Мой взгляд, самая большая часть конфликтов в коллективах Возникает из-за неверных представлений об интересах вот этой системы в коллективе Каждого из ее участников Это каковы интересы тренера в этом процессе, каковы интересы танцора в этом процессе И каковы интересы родителей в этом процессе Когда нет верного представления об этом И нет верного представления о степени ответственности за результаты и проблемы Это является хорошей почвой для возникновения различного рода недоразумений и конфликтов Итак, в чем состоит наш тренерский интерес в танцевальном спорте? Как правило, самый главный интерес – это признание тренера, как специалиста, его учениками, родителями, коллегами, судьями, в том числе и другими людьми, которые предоставляют помещение для занятий танцевальным спортом, а также широкой танцевальной общественностью. И это признание может складываться не только из результатов танцоров, из тех результатов, которые они получают на соревнованиях. Также значимыми являются следующие моменты – это методичность подачи тренировочного материала. Я сейчас перечисляю пункты, которые влияют на то, признан тренер или не признан. Психологическая атмосфера, которую тренер создает в клубе, умение строить отношения с родителями и со спортсменами. Также немаловажный пункт – величина заработка тренера, поскольку это отражается на его имидже, на том, как он себя подает и насколько он успешен в этом. Умение планировать и продвигать карьерную стратегию учеников. Умение поддерживать трудолюбивых учеников и стимулировать менее азартных. Мой партнер попросил, чтобы за книгами подходили после лекции. Важным является умение регулировать отношения в парах между спортсменами, умение выстраивать отношения с ассистентами и коллегами, с приглашенными тренерами. Также умение защищать своих спортсменов, их интересы в конкурентной атмосфере. Эти и многие другие, скажем, более мелкие детали делают тренера конкурентноспособным и успешным. Опытные и талантливые тренеры, обладая этими навыками с течением своего жизненного опыта, они этому учатся. И по мере возможности передают своим ученикам, молодым же тренерам приходится довольно трудно снова точно так же набирать свой опыт. И они учатся либо у старших товарищей, коллег, либо пользуются услугами психологов, например, оргконсультантов. И сейчас эта ниша очень хорошо развита. Здесь очень важно, я сейчас назову термин и поясню его, существует такое понятие, как эффективное поведение. Эффективное поведение подразумевает то поведение, которое дает возможность выстраивать те модели отношений, которые ведут к удовлетворению потребностей каждого из участников данных отношений, к достижению желаемых целей. Так вот, в психологии не принято говорить, вот есть неправильные модели поведения, есть правильные, поскольку это очень сильно зависит от контекста. Правильнее будет говорить, что есть эффективные модели поведения, есть неэффективные модели поведения. То есть, когда человек ведет себя каким-то образом и не достигает, благодаря своему поведению, целей, которые он заявляет для себя. И вот для тренера это очень важно, осознавать, где он эффективен в своем поведении, где неэффективен. Потому что в первую очередь организация тренировочного процесса таким образом, чтобы это было эффективно и не создавало конфликтов, это в первую очередь зависит, конечно, от тренера. Точно мы не можем требовать этого ни от учеников, ни от их родителей, тем более. Возвращаясь к интересам тренера. Второй значимый интерес тренера – это его заработная оплата. Здесь тоже такой момент сложный достаточно, который тоже может являться причиной конфликтов, поскольку если тренер завышает свою оплату, он рискует остаться без работы. А если занижает стоимость своих занятий или делает скидки по причине личной заинтересованности в спортсмене, то они рискуют себе создать ситуацию, в которой их труд не принесет серьезных плодов, поскольку они позволяют спортсменам и их родителям не оценивать себя по достоинству. Здесь это очень тонкий момент, сколько мы берем за уроки. Здесь важно найти ту сумму, которая бы адекватно отражала как преподавательский уровень тренера, специфику того контингента, с которым он работает, а также конкурентную ситуацию, в которой он сейчас находится на конкретном этапе своего профессионального развития. Под спецификой контингента я понимаю некоторую прослойку танцоров, с которой тренер работает наиболее эффективно. Например, один тренер великолепно работает с детьми первых трех лет обучения, другой только со взрослыми ДБ-класса, третий прекрасно ведет группу, четвертый может работать только индивидуально. То есть у каждого есть какой-то свой пунктик, какой-то важный момент, который получается наиболее успешно, наиболее качественно и эффективно. И очень хорошо, когда тренер дает себе отчет в том, что именно у него получается лучше всего, а где его проблемная область. Третий значимый интерес тренера – это его личные человеческие отношения с учениками и их родителями. Это самое краеугольное, острое место в тренерской карьере. Дело в том, что многим довольно трудно найти тот момент, где кончается бизнес и начинается личный контакт, при этом не разрушая ни того, ни другого. Здесь точно нет общих рекомендаций для всех. И этот вопрос индивидуален, поскольку крайне индивидуальны те личностные и профессиональные запросы, которые присутствуют у конкретного тренера, конкретному спортсмену и его родителям. И, разумеется, в конкретной ситуации. Здесь может помочь только личный опыт, либо, опять же, работа с психологом. И четвертый, не менее значимый интерес тренера – это способность и возможность творчески реализоваться в своей работе. Если работа с танцорами представляется некоторой рутиной, где нет возможности воплотить свои творческие идеи о видении танца, ну, если они есть, то вряд ли вообще будет комфортно в этой среде. И тем более трудно, если в ситуации нетворческой приходится еще решать проблемы взаимоотношений. Но основная трудность здесь в том, что если у самого тренера присутствуют некреативные отношения к своей работе, то включается определенный психологический феномен, при котором довольно трудно заметить тенденции к творчеству и к творческому инициативу, исходящую от самих спортсменов, от самих танцоров и их родителей. Таков, в общем, краткий обзор интересов тренера. То есть, насколько это совпадает с вашим опытом, вы прислушиваетесь к себе. Что касается интересов спортсмена. Здесь немножечко проще, но, в общем, очень похоже на интересы тренера.